Привет! Сегодня речь пойдет о трех способах перекинуть фотографии с айфона на компьютер под управлением Windows. С проводами и без проводов. Кратко и быстро. Не забывайте подписываться, а мы приступим. Для первого способа необходимо разблокировать айфон и подключить его с помощью провода к компьютеру. На экране айфона или айпада будет вопрос, доверяет ли этому соединению и компьютеру. Соглашаюсь. В Windows 10 есть приложение, которое называется Photo. Мне его нужно найти и запустить. В этом приложении мне нужно найти иконку импорта. Нажав ее, выбираю эти фотографии и видео, которые планирую импортировать на свой компьютер. После этого приступаю к импорту. С помощью этого способа можно удалить импортированные фотографии и видео, что поможет освободить память вашего телефона. Второй способ также требует разблокировки телефона и подключения его к компьютеру с помощью обычного провода заряда. Но никакое приложение фото искать не нужно. Нужно просто зайти в мой компьютер. Сделать это можно с помощью иконки, которая чаще всего расположена на рабочем столе. Или с помощью проводника Windows. Здесь в перечне дисков и подключенных устройств необходимо найти имя нашего вновь подключенного айфона. Выбираю и вижу диск памяти телефона. Захожу далее и вижу знакомую папку, чаще всего встречающуюся в фотоаппаратах. Войдя в эту папку мы увидим содержимое и чаще всего это несколько папок с фотографиями, сделанные в разные периоды времени. Фотографии можно скопировать просто перетащив их в нужную папку на вашем компьютере. А вот фотографии с вашего компьютера перетащить на айфон не получится. Ну во всяком случае пока компания Apple такой возможности не дает. Для третьего способа провода не понадобятся. Но понадобится подключение телефона к iCloud. И также вам нужна специальная программа, которая может работать с этим сервисом и которая есть для Windows. Благо такую программу выпускает сама компания Apple и можно ее найти на официальном сайте компании. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Заходите, качайте и устанавливайте. Доступ к фотографиям на вашем телефоне будет только после того, как вы авторизуетесь в этой программе. Но не стоит забывать, что для того, чтобы у вас был доступ к этим фотографиям, в телефоне должны быть соответствующие настройки. Проверьте их. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях. Вроде все. С вами был Сергей. Всем пока и до встречи на канале.